Первая песня называется «Герой». Виртуозно и шумно послушать песни рок-группы «Третий Рим» пришли барнаульские ценители «Альтернативы» и «Металлики». Лидер группы – Василий, он же автор синглов, в том числе хитов «Диссонанс», «Герои», «Поэты не умирают». Еще в студенческие годы музыкант решил посвятить себя року, начав писать о жизни. О каких-то насущных вещах, которые, в общем-то, наверное, интересны каждому человеку. Не о чем-то таком абстрактном, а о том, с чем мы сталкиваемся каждый день. Это несправедливость, это какое-то социальное неравенство, это идеи, наоборот, справедливости, мира и добра. В таком составе группа выступает уже больше года. За это время успели друг к другу привыкнуть и даже выпустить новые песни. «Нас случайным образом познакомили на репетициях одной, так скажем, своеобразной группы. И Василий позвал меня к себе в команду. Да, да, понравилось». «В эту группу я попала случайно. Ребята искали вокалистку. И так получилось, что они решили поэкспериментировать и вышли на меня. Им понравился мой вокал, понравился мой стиль. И поэтому я здесь, я уже три года пою». За творческий путь было всякое. Музыканты вспоминают казусы на выступлениях с улыбкой. «Были ситуации, когда тарелка там тоже начинает раз, там большая тарелка райтовская, раз начинает заваливаться или переворачиваться. То есть недостаточно было затянуто или просто от игры такая ситуация. Ну то есть это как бы мелочь, но вот такие интересные были ситуации. Но тем не менее надо продолжать играть». Самой молодой участнице рок-группы всего 17, но по словам Леониды разница в возрасте практически не ощущается. А вся рокерская пятерка называет себя «сплоченный кулак». «Конечно, бывают некоторые ссоры и все подобное. Но это надо, чтобы решить некоторые проблемы, прийти к правильному выводу. Ну то есть как в жизни бывает, так тут и в группе». Сейчас команда приступила к записи нового альбома, который, уверены музыканты, порадует не только барнаульскую публику, но и всех тех, кто за эти годы стал фанатами громких песен со смыслом. София Яценко, Вадим Быстревский, День с толком.